Мы сейчас с вами находимся на объекте, который, надеюсь, уже в конце 2018 года зафункционирует. Этот объект будет называться Центром надания административных послуг. Подход, который предполагает Центр надания административных послуг, это фронт и бэк-офис. Именно эта идея реализуется сегодня. Данное здание разделено на две части. В фронтальной части с выходом на Центральную улицу будет прием граждан, будут представлены все службы, миграционные, земельчики. Собственно говоря, все те услуги, которые необходимы населению. Второе здание – это бэк-офис, где будут находиться именно эти службы, будут обрабатывать те цели, задачи, фактические обращения граждан, документы оборот и будут осуществлять свою работу. Таким образом мы достигнем максимально качественных условий как для граждан, так и для непосредственно тех работников, которые здесь будут работать ради этих граждан. Сегодня выполнены работы по второму корпусу, который мы называем бэк-офис, где будут находиться службы. Выполнены 95%, у нас остались совсем маленькие доработки. А вот непосредственно с фронт-офисом сегодня ведутся работы, мы заканчиваем фасадные работы, внутренние работы произведены во втором корпусу полностью. И внутренние работы нам остаются по фронт-офису. Сегодня, если мы с вами зайдем в центр административных услуг, который существует, а это фактически две комнатки меньше 50 квадратных метров, информацию, которую сегодня они обрабатывают и людей, которые обращаются к ним и выдают документы, порядка 900 человек в месяц. Это достаточно серьезная нагрузка и он не отвечает тем требованиям и нормам, законам, которые сегодня предъявлены. Собственно говоря, после открытия этого административного центра у нас появится возможность в разы увеличивать пропускную способность, качество услуг и, собственно говоря, комфорт, к чему стремится президент, губернатор, глава администрации.